Три дня во Дворце молодежи проходили прослушивания участников конкурса молодежного вокального творчества «Мытищинские голоса». Кастинги и так дело непростое. А тут еще и пандемия внесла свои сложности. Ведь петь в пустом зале трудно даже профессионалам. Но это участники воспринимают как еще один вызов, с которым нужно успешно справиться. Да и жюри скидки не делает. Настоящему артисту выразить свой талант обстоятельства не помешают. Я ищу лично я. Я ищу то, за что можно было зацепиться. Красивый тембр, приятное исполнение, душевное исполнение. Это какой-то особенный стиль, это что-то необычное, изюминка, которая привлекала бы внимание. Ну, конечно же, и формат, визуальная картинка. Артистизм важен? Артистизм – это неотъемлемая часть вокального эстрадного искусства. Принять участие в конкурсе могут жители городского округа Мытища от 10 до 35 лет. Поэтому вокалистов разделили на три возрастные категории. Среди откликнувшихся много профессиональных певцов, но есть и те, кто просто любит музыку. Алина Гусева занималась вокалом пять лет, но из-за поступления в колледж уроки забросила. К участию в мытищинских голосах девушку потолкнули однокурсники и преподаватели. Для выступления Алина выбрала любимое музыкальное направление – джаз. Но жюри это решение посчитала ошибочным. Я спокойно отношусь к критике, я согласна с мнением жюри. Ну, можно было бы, конечно, чуть-чуть получше спеть, но будем работать над этим. Муниципальный конкурс молодежного вокального творчества «Мытищинские голоса» проходит третий год подряд. В 2020-м новый формат. Финальный концерт состоится в онлайн-режиме. Мы 3-го числа его выложим в сети. Уже готовый полностью концерт. Жюри его будет осматривать в течение недели и уже в пятницу все результаты будут. Заявки на кастинг подали 75 музыкантов. Участие в галоконцерте примут только 12 участников. С итогами можно будет ознакомиться на сайте Дворца молодежи и на официальных страницах учреждения в социальных сетях. Анна Мусаликина, Константин Химичев, Первый Мытищинский.